Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала! Наконец-то я доделала все 5 чайничков, в которые буду сажать свои кактусы. Сразу скажу, что кактусов у меня никогда не было и желание их выращивать тоже. А когда при переезде я стала разбирать вещи и обнаружила различные 5 чайничков с различными дефектами, и у меня пришла мысль сделать из них горшочки для цветов, для кактусов. А люди вообще делают, смотрите, какие прекрасные композиции, выкладывают камушки, ракушки к кактусам. Очень красиво получается. Прям можно сидеть, разглядывать, интересные очень композиции. Вот эти вот 5 кактусов миниатюрных у меня появилось. Это вот 5 чайничков, которые я сделала. В каждом чайничке есть дренажное отверстие для оттока воды. Кактусы я купила в обычном цветочном магазинчике, в киоск. Прям заехала, смотрю, у них кактусы. Стоимость 160-180 рублей. Эти горшочки, как видите, им уже маленькие, так как корни торчат на дне горшочка. Их нужно срочно пересаживать. Пересадку, как правило, кактусов, да и любых цветов, производят весной. Если это вот маленькие кактусы, то их пересаживают раз в год. Взрослые, более которым 3-4 года, их пересаживают один раз в 2-3 года. Для пересадки я взяла специальный грунт для кактусов и суккулентов. На дно горшочков обязательно необходимо насыпать дренаж. Дренажа у меня не было. Но для дренажа подойдет вермикулит, керамзит, либо просто пенопласт можно кусочками насыпать. Затем мы сыпем почву для кактусов. Уплотняем обязательно ее. Достаем аккуратно из горшочка кактус и размещаем его в центре нового горшочка. По краям землю добавляем, уплотняем ее руками, либо одновременно можно еще постукивать по горшочку, чтобы почва уплотнялась. Ну так все 5 кактусов я сажаю. Уход за кактусами несложный. Любят они большое количество света, поэтому ставим на южное окно. Но поливаем водой комнатной температуры, отстоянной несколько дней. Лучше даже поливать их дождевой или талой водой. Весной и летом поливаем 1 раз в 2 суток, осенью 1 раз в неделю, а зимой 1 раз в 1,5 недели. Почему-то до того, как купить кактусы, я думала их поливают вообще очень редко. Думала, ну вот достаточно будет раза в неделю. Оказывается нет. То есть вот зимой мы поливаем их раз в 1,5 недели. Самый частый полив это весной и летом раз в 2 суток. Кактусы активно растут в теплые месяца, а цветут они в холодное время года. Зимой кактусам необходимо устраивать период покоя, перемещать их в прохладное место с температурой плюс 15, плюс 17 градусов и поставить их в тени или полутени. После такого периода покоя кактусы нас будут радовать своим цветением. Поэтому период покоя им лучше устраивать. Сажайте их на тот же уровень, что они и были в горшочках при покупке. Заглублять их не надо. Если большой кактус, естественно, вы рукой его не возьмете, необходимо использовать бумагу в несколько слоев, либо пенопласт, кусочки 2 пенопласта взяли, и вы этим пенопластом достаете кактус. Я обошлась без силу просто руками. Вот эти земли уплотняем и постукиванием, и так руками. После посадки я их, естественно, полила. Хорошо так достаточно обильно, чтобы все пустоты, которые между корнем и почвой, чтобы они все ушли. Вот, и поставила их не на южное окно, а в комнату, где есть южное окно, которое выходит на юг, вот, около телевизора. На каждый чайничек поставила на блюдечко. Вот такая красота у меня получилась. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok